Сейчас, наверное, все предприниматели, владельцы полюбленных здесь сидят и не понимают, какой сейчас год. То есть вы сейчас вот все вот это вот собрание прошло в таком ключе, как будто на 18-й год или там 25-й год. Но только не сейчас. Почему вы, Игорь Петрович, вы являетесь, почему вы, Игорь Петрович, игнорируете, что мы живем в трудной экономической ситуации? То есть это знает Путин, это знает все наше правительство, мудрое, премудрое. Они, значит, вас считывают это все сторонние. А когда вот слушаем наши выступления, ну вообще вашу политику, то вообще несловно. То есть только обычно, все благоустройство, у нас все прекрасно, все хорошо. Мы все согласны, предприниматели, вот ни одного нет, который не хочет жить, уж поработать в шикарном, красивом павильоне, обсаженном розами. Хотите, в гектар, там, в этой земле, бурьяна вам стосим, делаем газоны и парень посадим. Не в этом дело. Дело в том, что вы же сейчас учтите, это все очень хорошо. Мы согласны со всеми этими плановыми проектами. Мы будем в них участвовать. Но не сегодня. И сегодня, когда мы еле-еле, многие предприниматели на зарплату продавцам не воскрепают, и не воскрепают, еле-еле на аренду в лапу совсем. Вы хотите нас вообще просто убрать, что вы такие не талантливые предприниматели? Ну, похоже, что Путин, например, говорит, что надо создавать благоприятные условия. Похоже, что проявление представителей приезжали, сказали, мы не можем себе позволить ни одного предпринимателя выбрать. Закрыть. Не можем себе позволить. Потому что нам надо принимать эту новичку активности. Поэтому, ну, я не говорю, что не трогать. Дайте нам время. Дайте нам время. Дайте нам конкретный проект. Я, конечно, могу обсадиться там свой участок, там, с ветами и пальмами, но мне же нужно хотя бы консультации дизайнера ландшафтного, городского. То есть, ну, что самое главное? Самое главное, надо сотрудничать с нами. То есть, это не та политика, которая вот вытекает из всего сегодняшнего выступления, что как нашкодившие щенки, кнутом и к пряникам. Кнутом и к пряникам. Дайте нам время, чтобы каждый согласно своего положения есть. У нас очень благополучные предприниматели, которые все делают. Есть, в основном, это насы на поисках трудной экономической ситуации. У нас, возмущенные, значит, такой политикой, исполинные мочевики на предприниматели, обращались в офис президента. Оттуда, 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 значит, пришел ответ. Вот, после проверки прокуратуры, видимо, зам прокурора прислал такой ответ предпринимателю. Значит, в настоящий момент администрация Ачинка проводит благоустройство улицы Зверева, улицы Кирова. И в связи со сложной экономической ситуацией предприниматель, приостановленность сносы павильонов, предоставленную предпринимателям возможность продолжать свою деятельность в охранной зоне, павильонам, которые уже выбраны из схемы города. Как это понимать? То есть, эта прокуратура проверила, пишет такую, отписку вышестоящего органа, чтобы это все пошло в офис президента, что ли? Мы, я говорю, мы вот, спросите, сейчас в те пора встанут, мы будем поддерживать, мы будем все делать. Сейчас в этом проекте, конечно. Да, во всех проектах мы будем получать. Никто, никто, никто не хотел, чтобы вы, говорится, закрывались и собрались сегодня для того, чтобы все-таки начать выстраивать диалог, чтобы мы понимали труды, что нужно сделать для того, чтобы бизнес малый у нас и средний развивался и жил комфортно. Поэтому это вот сегодня первый шаг для того, чтобы выстроить отношения, для того, чтобы все мы понимали, что нам нужно делать сегодня для того, чтобы жить хорошо завтра. Поэтому, слава Богу, что мы наконец-то начинаем слушать наших жителей, которые приходят. Мы тут между собой воюем, встаем, не встаем, а мы для кого это все делаем, мы даже их не спрашиваем. Это нормально? Я думаю, это ненормально. Я вот сейчас вот смотрю, много нюансов, с которыми нужно обратить внимание. Вот этот ряд ларьков, которые вдоль универмага стоят. Ну, все вроде хорошо, но в то же время он на ноги вещи там закрывает. Мы тогда как-то вот так. Поэтому должна быть единый подход, должна быть четкая градация, как, что должно быть. Поэтому я думаю, что это наша встреча самая не последняя. И все-таки хотелось. Да, где-то недорабатывает администрация, да, где-то, наверное, депутаты не совсем настойчивы. Но в любом случае мы должны слушать и слышать друг друга. Иначе, если мы будем так друг на друга этот мяч перекидывать или там в подвол играть, толку дальнейшего не будет. Я прошу извинения, потому что у меня через 15 минут сессия, поэтому я вынужден. Давайте встречаться, давайте обсуждать. Все у меня с вами получится. Я все равно на этот вечер понял, что, кстати, собственникам парка железнодорожников я обратился, чтобы они в течение месяца навели порядок. Посмотрим. Поэтому, кстати, инициатива как раз опять от меня шла. О том, что когда мы начали благоустраивать улицу Кирова, и она прерывается на парке вдоль дороги, да, соответственно, в таком состоянии выходит. И поэтому я обратился к собственникам, чтобы они первые, какой они собственник, пусть наведут порядок. Посмотрим, месяц еще не прошел. Желание, конечно, было, чтобы идей железнодорожника там провести и так далее. С руководителя и руководителя приезжал, заместителя Красноярской железнодороги, мне прояснили некоторые нюансы, которые мне очень хорошо известны про парк железнодорожников. Ну, пусть это пока останется у меня внутри. Поэтому то, что Сергей Товарев сказал, что да, мы пытаемся, и приезжали, значит, собственники парка, сады мечты, которые в Красноярске вы боками, значит, мы сводили с ними собственниками. Они ходили по парку, смотрели, может быть, часть, как говорится, чтобы они как-то могли там устроить часть, чтобы муниципальная осталась, да, ситуация. То есть уже порядка, вот такая работа ведется, значит, мы не простая, потому что вроде как собственность есть, а запущенное состояние. Поэтому, ну, я думаю, что числа 15-20 августа где-то в этих числах какой-то, все равно, какому-то мы знаменателю приняли. Что касается, вот, женщина, то, что сказала, еще раз подчеркиваю, нету цели. И я государственный, еще раз, я только буду поддерживать те организации, предприятия, которые, соответственно, цивилизованным путем проводят и помогают наших граждан. Но под марку, вот то, что вы сейчас сказали, много предпринимателей, которые злоупотребляют то, что вы сказали, не все, еще раз говорю, и, соответственно, используют это в своих определенных целях. Я не зря сказал о том, что я лично возьму на контроль тот вопрос, который касается оказания помощи сетевым организациям, развлечения по улице Фрунзе, да, я готов помогать. Я думаю, если бы вы не государственники, я бы не так сказал, пока кому сказал. Поэтому, другое дело, что правильный момент, я должен к чему-то подвести, что к чему идем, а чтобы поговорить, где разошлись. К следующему, для следующей встречи, которую вы сами, пожалуйста, определитесь, Сергей Михайлович, можете сейчас руку поднять, но эти же трех человек, как минимум, чтобы это была основная рабочая группа предпринимательского сообщества, кто желает вступить, да. И, соответственно, этой группой мы соберемся в среду и в четверг, еще раз говорю, пообсуждаем предложение по тем улицам, где можно разместить временные сооружения, дизайн. Я попрошу, Сергей Михайлович, уже в среде в четверг, а у нас есть один или два варианта дизайна кодов, которые мы предлагаем и утверждаем. Надо еще, чтобы выбор был, чтобы не в одном стиле весь город был, как говорится, а может быть, два-три предложения. Может быть, предприниматели предложат, да, чтобы мы на следующем вот собрании, которое было в трех, среду или четырех проводить, уже более предметных разговоров. По всем вопросам, которые прозвучало, всегда четырех. Поэтому еще раз я говорю о том, что у меня только понимание, то, что я сказал, ни в коем случае не хочу никого обидеть. Мне просто хочется, чтобы мы все вместе в городе начинали наводить порядок. Но Мисничкова, вот это мое, дальше не касается, это мое не касается. И, как говорится, какой-то результат должен быть. Ничего абсолютно нету другого. И предпринимателям мы будем помогать. Я уже сказал, мы уже сказали, вот видите, вы их крайность видите, да, крайность. Но мы говорим о том, что за этой крайностью находятся еще там, вы павильоны располагали там до года, до пяти лет. Допустим, от меня предложение, что павильон, с которой сейчас будет распоряжение подписан, павильоны, устанавливали минимум на десять лет, чтобы у человека была перспектива. Вот, конкретное предложение от меня. Я уже говорю, помогать с сетями. Далее, я уже говорю, что в бюджете есть средства, заявляйтесь. Я без промолочек буду контролировать выдачу этих средств. Поэтому, ну, то есть, не надо все в кучу, да, то есть, как говорится, вот сейчас сразу. Чем? Сносом? Нет, не сносом, приведение в порядок. И то, что, допустим, опять же, никто не будет спорить, еще раз говорю, в основном здесь хорошие предприниматели и добрые.